Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен откровениям Маши Тулеевой после Дома-2. 25-летняя Мария Тулеева из Ижевска была на проекте всего полтора месяца, но мифической телевизионной любви она предпочла настоящую. После того, как Маша попала на проект, на нее обрушился шквал критики. Было очень много нелестных комментариев в ее адрес, а девушка на самом деле очень интересная. Она окончила лингвистический лицей, затем поступила на бюджетное отделение Института иностранных языков и литературы, получила диплом, мечтала работать переводчиком. Я свободно владею тремя языками, говорит Мария, английским, французским и итальянским. Когда я училась в ВУЗе, несколько раз ездила в Америку по программе Уокен Тревел. Там совершенно другая жизнь. Тогда-то я и поняла, что я не хочу жить в Ижевске, я хочу большего. После получения диплома Мария уехала в Москву, а потом во Францию. Когда заканчивался срок визы, она возвращалась, получала новую и снова уезжала за границу. Она снимала квартиру, работала продавцом в магазине косметики, затем агентом по недвижимости и даже моделью для каталога одежды. Во время очередного московского периода Мария отправилась на кастинг на проект Дом-2. «Я шла просто так, просто скоротать лето», говорит Мария. Я даже этот проект не смотрела. Я честно попыталась посмотреть несколько серий, но не осилила. Выключила и подумала, боже, как это вообще можно смотреть. Маша рассказала о жизни на проекте. Сначала мне было там очень некомфортно, я боялась камер, нервничала и поэтому старалась поменьше говорить. Потом стало полегче, я даже плакала там. За все время пребывания на проекте у меня был только один выходной. Никаких сценариев участникам не дают, все происходит по-настоящему. Несколько десятков взрослых людей вынуждены находиться вместе в замкнутом пространстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Конечно, кто-то тебе может не нравиться, кто-то может просто раздражать. Тут никакого сценария не нужно, все конфликты происходят сами собой. Участие в Доме-2 стало для Маши настоящей школой жизни. Она говорит в интервью, признаюсь, жизнь на проекте очень изменила меня. Я стала намного сильнее, не боюсь конфликтов, не боюсь отстаивать свое мнение. Я научилась сначала думать, а потом говорить, потому что на проекте очень любят придираться к словам, выкручивать их и использовать против тебя. У Маши Тулеевой огромные планы на жизнь. Для начала поездка в Лос-Анджелес и воссоединение со своим экс-бойфрендом. Незадолго до проекта я познакомилась с молодым человеком из Америки. У нас зарождалась любовь. Он меня долго отговаривал от участия в проекте, звал к себе в Америку, но я не была к этому готова. Но он не сдался, он писал, звонил и даже грозился приехать и забрать меня. В итоге я сдалась, ушла с проекта. А через две недели я улетаю к нему в Америку. Так что ждите фотоотчет моей жизни из Беверли Хиллз. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.